друзья здравствуйте здравствуйте ли вы доброго дня доброго времени суток добрый день аленушка на самом деле вот мне всегда нравится когда в открытый доступ мы записываем и даже вот сегодня у нас был разговор перед записью там закрытую группу подрывли православным обережным куколкам готовить материал или в открытый доступ я понимаю что когда мы отвечаем на вопросы у людей возникает понимание чем мы там вот закрытой то группе занимаюсь уже кажется что взрослые тетки которые не вышли никак из детства сидят там в эти куколки играются но я на самом деле считаю что любой способ для улучшения своей жизни для проработки каких-то внутренних историй которые там гордивым узлом связались развязаться никак не могут они годятся и вот прям действительно куколки не рабочие я вот недавно со своими девочками маленькими сидела работал но одна маленькая другая уже здорово конечно там разница относительно здорово вот и было интересно потому что ты понимаешь что это рабочие хорошо тебе ты вот прям в контакте с собой и ответы на вопросы да вот у нас сегодня будет ответ на вопрос вопрос чем состояла почему куколка без лица соответственно мы сегодня отвечаем на этот вопрос почему куколки ладят без лица любой передаю вам слово но правильно аленушка сказала что у нас вот в наших родах все настолько перепутано гордеевым узлом связано потому что у нас очень много было но негативных событий на планете но в нашей стране тем более а корни наши растут вот самых самых глубин поэтому на протяжении всех этих жизней встречалось все вот и поэтому не у всех связь с родом такая тесная как хотелось бы род же он помогает той ситуации которая вот к тебе сейчас пришла тебе задача вот какая-то а ты не можешь ее разрешить и но у меня было то же самое в принципе и только куколки могли показать что действительно потеряна связь с родом и когда ты уже и хладишь вот постепенно вот какие-то выстраиваешь сначала с каким-то усилием потом уже более расслабленно а потом с радостью потом уже уже чувствуешь что вот она наконец какое-то идет восстановление какой-то ответ идет ну вот этим очень ценными и и вот мы делаем ну ладим куколок без лица ну многие ну я уже и до этого показывала действительно вот личика она выражает только твое вот твое состояние сегодняшнее если мы нарисуем губки ротик на ротик там глазки и все прочее это уже застывшие какое-то выражение тебе плохо она сидит улыбается у тебя какое-то настроение наоборот вот воодушевление какое-то а у нее но другое нарисовано уже заданное да как шаблон какой-то мы уже говорили об этих барби вот что там эталон сделали шаблон который корежит судьбу человека да а здесь мы вот по своему настроению поладили ее в тот момент когда было настроение вот такое у нее было выражение лица именно соответствующее как только у вас что-то меняется в жизни вы же с ней не просто так вы же с ней работаете вы к ней обращаетесь она вам помогает в чем-то какие-то вопросы разрешает через нее можно разрешить и ее настроение меняется ваше настроение меняется и мы о чем мы говорили что мы выстраиваем позвоночник столб да мы здесь все вяжем узелки по позвоночнику и связь с родом через ниточки через красные обережные о чем мы тоже говорили что было было такая была вот и получается так что мы с родом через нее соединимся и вдруг на ней нарисовано какое-то лицо она будет выражать она не будет выражать нашего родович она не будет выражать но даже если какие-то божественные энергии через вселенную пришли энергии вселенские через эту куколку вы представляете а на ней какой-то шаблон сидит а кто пройдет через этот шаблон да да и мы говорили о том что белая ткань она соединяет в себе ну белый цвет соединяет все цвета вы знаете вот и в то же время как является символом чистоты какого-то умер от мира спокойствие то есть то что приходит вот белый в белый цвет транслируется именно очищенное именно вот такое но уже удобоваримое для вас без искажений вот так как прямая трансляция и и поэтому да у нас вот таких а есть еще один момент что делается накрест вот здесь обережный крестик делается на лице то есть это уже символизирует здесь и сейчас развития нет то есть вот сейчас мы застолбили какую-то задачу которую мы поставили куколке и она ее четко будет выполнять вот все но развитие не будет да мы сегодня одни завтра мы другие послезавтра у нас третий какие-то обстоятельства мы меняемся и вот то с чем мы соединены это тоже меняется если мы до остановили как забрала закрыли мы закрылись от мира вот я так считаю вот и уже мы в развитии не пойдем мы уже новое смотреть не будем не будем испытывать какие-то новые эмоции какие-то дела новые начинать и вот вот в этом смысле это очень познавательно и очень ценно ну что тут добавить да обязательно нужно понимать что нам сейчас дают какие-то ориентиры которые нас делают костными вот смотрите христианстве прихватизировали такое выражение что бог бессмертен вечен вездесущен всемогущен да ну как-то вот эти понятия а вообще давайте разберемся почему так вот если я спрошу об этом христианина да почему собственно там бог вездесущ он будет говорить что это дядечка который сидит на облака схоластика да который видит что на самом деле происходит так да что это но по-другому на самом деле вот смотрите в древней православии у нас каждый бог он имеет атрибуты что такое атрибуты это материальные представители бога на земле то есть это угол цвет это кристалл это например там съедобные какие-то атрибуты и так далее фигура да многоугольника там звезда и много еще чего что у нас может быть а раз это атрибуты и они везде значит бог что везде сущ это очень легко объясняется а если он везде вот и в цвете и в ветерочке подул да как-то этой энергии и соответственно там где-то птичка вот под звук да как раз вибрацию бога произнесла и человек с этим каноническим качеством заходите здравствуйте а это же у нас бог стрибок да нужно понимать что все приветствия которые нас остались это все у нас по богам то есть получается через все где находится бог он становится всем могучим потому что он всем этим может управлять вы понимаете у нас в русском языке вообще славянских языков все буквально нет никаких там синонимов нет никаких там вообще непонятно откуда взявшийся отвлеченных смыслов все буквально поэтому когда мы говорим что у нас было икона борчество идолоборчество то есть что такое икона это образ в которой заключили силу бога и она после этого это сила она не может не в виде птички не в виде жучка не в виде человека или там ветерочка прийти она вот чисто в образе и теперь смотрите естественно когда мы куколку ладим мы проявляемся это однозначно но мы-то разные нам кажется что нам бы за икорить это состояние и здорово да то есть лицо прорисовал веселая какой-нибудь замечательно а кто сказал что это лучшее состояние потому что иногда бывает нужно пройти катарсис и на лице там будет написано мама не горю что да чтобы потом взлет был ведь получается что если мы себя сковываем одним образом мы перестаем испытывать метаморфозы а метаморфозы они ведут к преображению то есть к чему-то это как вот бабочка да она же не всегда бабочка была она сначала была червячком помню гусеничкой такой причем смотрите я все время говорю о том что у нас кардинальные перемены происходят и чудо происходит там где мы его не видим вот представьте класс червей это гусеничка класс насекомых да которые там с крылышками членстоногие я честно сейчас быстро не скажу это вообще другой класс то есть представите из одного класса перепрыгнуть другой это ну где сейчас такие метаморфозы это вообще мы почему-то думаем что это вот в природе но само собой разумеющийся да нет друзья это не само собой разумеющийся это чудо на которое мы смотрим а возможно она эмоциональной сфере потому что гормон у гусенички выделился до раз и она стала бабочкой а у человека получается вот мы себе каменное лицо нарисовали на этой куколке через свою эмоцию и остались такими неизменными а ведь мы же меняемся и вот этот гормональный фон который у нас меняется в зависимости от того что мы делаем он и позволяет эти новые ощущения новые родения проживать поэтому я абсолютно согласна с любовью и давайте так вот когда вы задаете вопрос это прям бальзам на нашу душу это значит работа какая-то идет что в пространстве идет отклик на наши знания и это же здорово правда то есть получается что у вас идет процесс вы задаете вопрос у нас идет процесс мы начинаем эту тему раскачивать потому что смотрите наши предки не были умные грамотные и они не позволяли вот как бы остаться нововведением они до последнего до края боролись с иконами да чтобы их не было потому что бога нельзя а вот смотрите бога нельзя засунуть да вот в какой-то образ заключить а ну можно сказать человек то он материальный друзья мои вот давайте так у нас сейчас век как сказать фрагматиков да вот мы вот так вот все ну все для чего-то все вот чисто материальное все как-то вот такое костное но мы же разные бываем и все волшебство вся магия вся метеоргия все халдейство построено на преображении это дисциплина древнеправославная вот если об этом говорить то есть получается что если мы прорисовываем себя а мы имеем божественное начало все время говорю что человек это продолжение божественного григора на земле если мы отторгаем это ощущение эту мысль ну конечно вот тебе лицо и живи с ним это знаете как мне очень нравится у меня сейчас подрано растет ребенок младший и она иногда там включает чего-то там смешарики то мне одна серия понравилась где герой бараш так называемый он смотрит на свою фотографию день назад неужели это этот персонаж это я я уже другой там через день неужели вот этот инфантильный смеющийся товарищ это тоже я то есть там как бы намеки идут в открытом доступе даже для детей чтобы до родителей тоже наконец-то доходило что когда мы себя сковываем каким-то образом мы меняемся а это уже вообще не мы и нам так не надо потому что мы разные мы должны быть разные ведь система нас отслеживает по нормам группа крови такая-то должна быть там индекс какой-нибудь там чего-нибудь веса такой-то нас же загоняет вот прям в парадигму что ты должен там 60 90 60 90 а мы извините все разные и когда свято верим что кукла например тоже самое там вот эти вот все американские нормы до которые напихивают даже нам 60 талия мои хорошие при такой талии рожать это надо быть мужественной женщиной ну потому что это надо прям постараться до выносить ребенка поэтому естественно много чего в нашей жизни стандартизируется для того чтобы нас костными сделать постоянно вот и есть вот такой и все так как паспорт почему и одежду ведь когда начинаешь по своим мерам но раньше мы решили себе каждый себе ну и получалось пусть не принимали не применяли константы какие-то еще что-то но мы по своим мерам то есть мы себя измеряли делали выкройку и носили одежду ту которую мы по своей собственной выкройке уже ну можно сказать поладили и нам было комфортно идешь как королева в ситцем там сарафане мягенький легенький и хорошо прям на душе от того что это действительно не какая-то синтетика я все детство в этом ситце проходила у меня мама она шве модельер и вот обережная одежда вот курс которая преподает и благодаря ей потому что она все мое детство вот эти газеты потому что миллиметровку днем с огнем не сыщешь и она на газетах это всегда размер все раскрой делала на газет ну вот все все абсолютно так поэтому друзья мои если мы будем как бы под стандарт пытаться забраться да то есть вот чтобы от сих до сих но вот стандарт у нас жизни будет если мы хотим расширение мы же все-таки в древнеправославных обережных куклах да здесь купаемся вот прям в этой энергии в этих знаниях значит нужно именно знание эти и поднимать потому что если мы сковываем себя через свое состояние да может быть не через образ через состояние которое мы в кукле запечатлели ну а как из него выбираться потом и кукла будет мешать и она будет нервировать очень часто когда в состоянии отработано да тебе нужно вообще другое состояние а честно сделать даже сразу вопросы начинается разобрала там на ткани лицо нарисовано поэтому ну так что было понятно что очень много чего в нашей жизни на поверхности и ориентиры всегда они вот внутри ты же чувствуешь даже что меняется и куколка может по состоянии меняться ну что любовь есть что добавить или будем закругляться да я хотела сказать ведь у нас клетки так каждый день меняется каждый день деление происходит каждый день возобновление каждый день регенерация ткани и всего всего что в тебе происходит поэтому конечно или зависит от питания если мы выстраиваем правильное питание это одно состояние организма если мы едим фастфуды и всякую ерунду это другое состояние потом как-то мне написали я в чате в одном выложила о куколках и они понимаем куклы вуду понимаете то есть люди уже настолько запуганы вот этим именно именно что это обозначает только плохое это обозначает вот потому что там она они нарисованы потому что там нам понятно но давайте вот такие чистые белые светлые лица любую идею благостную можно испоганить так что там в этой грязи и благости не увидишь поэтому друзья мои вот сколько я уже слышала вот если какой-то морок какая-то грязь льется на идею значит там есть истина просто ее нужно раскрыть и работать с ней вот прям как с истинным началом не поддаваться провокациям это почему продай поддаемся потому что у нас нет знаний будут знания будет понимание зачем это нужно ну что друзья я думаю что вы раскрыли тему ответили вам на вопросы и в любом случае будем стараться все для вас там отвечайте делать на сегодня все друзья мои да чтобы мы понимали что это кому-то нужно конечно 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 всего доброго до свидания